Из нашего села корову, что я продал, уводят сквозь туман. А в каждом кабаке есть чемпион кунг-фу, которого не победить. Приветствую вас победители новогоднего холодильника. С вами Федорович. В этом видео вам откроется несколько истин, которые перевернут ваше сознание. Ну и конечно же вы познакомитесь с первоисточником лучших стилей. Именно с такого первоисточника, обмазывающего стиля, мы и начнем. Атака справа, атака слева. Школа Пахома, обмазывающий стиль. Атака слева, атака справа. Атака слева, атака справа. Атака слева, атака справа, атака слева. А чего? Как у женщин нет недостатков, только особенностей, так и нет плохих учителей, только особенные. Поэтому не спешите отрабатывать стиль Пахома, потому что сейчас вы увидите стиль белого лебедя, который может вам понравиться больше. Смотрите, китайское выражение. Это называется лебедь. С одной ноги встаешь, а потом вот так вот и бьешь. Это китайское выражение. Это кунг-фу называется. Это кунг-фу. Это вам не просто так. Надо двигаться, надо уметь уворачиваться. Это кунг-фу. Прежде чем промолчать, хорошенько подумай, что ты хотел этим сказать. А прежде чем изучить технику левитации и телепортации, хорошенько подумай, где ты будешь левитировать и куда телепортироваться. Можешь об этом написать в комментах. Значит, продолжаем наше упражнение. Секретный комплекс упражнений по левитации. Старайтесь эти упражнения не светить нигде. Потому что я заметил такую вещь. Когда начинаешь левитацию показывать, тебя начинает она у самого кучу. А вот когда ты делаешь это для себя, даже телепортация, она тогда у тебя легко уйдет, спонтанно проходит. Когда надо, туда и попадаешь. Значит, смотрите, первое упражнение. Чувствуем, что вот натянутая веревочка, и мы начинаем с этой веревочки волны запускать. То есть вот она натянута, она натянута слегка. Я делаю вдох, я вдыхаю абсолютную силу, абсолютное знание абсолютно. А потом я начинаю уже на выдохе вот такие, видите, волны запускать. Могу низко подсаживаться, да, могу вот немножко в бока пойти, да. То есть ни в коем случае сильно тело не напрягает, что оно такое полонапряженное, да. Вот такие вот. Потом вот такие. Как на всякий минимум. Потом, соответственно, голова. Все делается пружинистом, да. Вплотило, оно пружинит. Ну, можно имитаться, типа. Все пружинистым делать. Встрелять в тело. И потом пошла опять легкая, да. Вдох. Вдох. Жарики солнечные. Слепил. Вставил. Слепил. Вставил, да. Вставил. 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 Я понимаю, что после этой техники вам в этой жизни уже ничего не нужно. Но все-таки в этом видео я бы хотел закрыть тему лучших мастеров 2021 года и показать вам реально хорошие техники для всех настоящих мужиков, кто нарастил себе броню на грациозной талии. Я когда спросил, вот эти. Вот эти, вот эти, конечно, справа, ты увеличиваешь несколько раз. Смотри. А так, смотри, справа, смотрите. Выборщик. Здесь там пуша, рука, а вы за вами будете? Нет, что, да. А все быстро. Я сразу. Дорогу. О, че бытие. Пошел. 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 Дорогу. Пошел. 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 Да, ты наносишься сюда, смотри. Возрухали. Возрухали, смотрите. Возрухали, смотрите. Лучшее доказательство, что во вселенной есть разумная жизнь, как раз таки именно в том, что на нас до сих пор никто не напал. Ведь любая разумная цивилизация сразу поймет, что против мастера у нее нет шансов. А сейчас вы узрите то, к чему вам нужно стремиться и как должен эволюционировать настоящий мастер. Первая ступень – полное владение бесконтактом и уничтожение противников стоя после их же касания. Но для нее уже нужно иметь 100 плюс КГ. Вторая ступень – набор 50 кило сверху и уничтожение этих же несчастных, которые посмели напасть на мастера в кабаке. А ведь ему уже даже не нужно вставать и все делать сидя. Третья ступень – набор веса 150 плюс и полное доминирование над любым противником лежа. Это отличная техника для всех, кто после кабака уже не может ни стоять, ни сидеть, но все равно хочет побеждать. В жизни каждого человека есть два великих дня. Первый, когда он родился. И второй, когда понял для чего. А в жизни ученика каждый день свершения. Ибо пережить то, чему учит мастер – это уже великое достижение. Нельзя выстрелить стрелой, потерявшей оперение. Также нельзя жить мастеру без учеников. Но ученикам без мастера можно. Поэтому пацаны, вооружившись пластмассовыми ножами, решили сенсея порешить. На то он и сенсеи, чтобы не проигрывать никому. Скорее он сам себе перережет горлянку, выхватывая нож бородой, чем даст себя одолеть каким-то жалким ученикам. Если вы думаете, что круче техники от ножа уже просто не бывает, конечно же вы ошибаетесь. Так как есть мастера, которые прошли все три ступени эволюции, наели броню на пузо и научились защищаться от ножа. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, куда же все-таки вы телепортировались и какую технику там применили. А если вы хотите посмотреть серьезные обзоры боев и бойцов, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании. Там же вы можете забрать бесплатные видеокурсы по самообороне и муай-тай и подписаться на телеграм-группу Движуха с Федоровичем. А если вы хотите поддержать канал, вы можете стать спонсором или задонатить на кошелек Юмани любым удобным способом. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Защита. На каждом деле, я просто знаю, переваживайтесь. То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять и у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Как бы ни отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хуба! 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 Вот так!